Здравствуйте! Я рад приветствовать вас! И сегодня я хочу вам рассказать о детском автокресле от компании Joy. Модель называется Spin360. Это кресло для детей с рождения до 3 лет и имеет возможность вращения на 360 градусов. Это кресло достаточно интересное, так что давайте его с вами вместе сегодня и разберем. Собственно, вот детское кресло Joy Spin360. Как я уже говорил, оно с рождения до 3 лет. И давайте изучим его все моменты, что оно у себя представляет, как его крепить, как крепится ребенок, как осуществляется регулировка. И об этом поподробнее, как говорится. И давайте посмотрим на него сначала, как в нем ездить будет ребенок с рождения. Потому что первой наверняка вы пользуетесь, начнете именно этой возможностью. Так, что здесь для этого есть? Судя из названия, мы поняли, что оно вращается на 360 градусов. Чтобы ребенок ездил против хода движения, нам нужно вот здесь, снизу, есть рычажочек. Нажали, поворачиваем его против хода движения. После чего нам нужно наклонить максимально горизонтальное положение. Вот, как это выглядит. После чего мы можем сюда уже упаковывать нашего ребенка и спокойно перевозить. Для удобства ребенка и правильного положения ребенка здесь есть вкладыш, который входит в комплектацию. Сейчас я поверну кресло обратно и покажу вам, как это все реализовано. Вот, собственно, вкладыш для ребенка. Сейчас поближе вам поверну вашу сторону. Вот, как он выглядит. Он достаточно большой, вкладыш. Он со всех сторон сделан мягким, чтобы при ДТП гасить энергию удара, чтобы комфортно было ребенку. Со стороны головы, плечей, ножек, везде есть мягкие части вкладыша. А вот в этом вкладыше ребенок ездит где-то до 9 месяцев, пока ребенок будет ехать против хода движения. Вот в таком варианте. Вот так он будет ехать до 9 месяцев. А вот что именно вкладыша касается. Здесь интересный момент реализован. Вкладыш до 6 месяцев используется, как вы его видите. А после 6 месяцев есть интересная возможность. Потому что ребенок уже с 6 месяцев более или менее может там в полусидячем положении находиться. И для этого здесь есть интересная фишка. Вот этот вот элемент, он убирается. Это как раз таки выравнивающая часть спинку ребенка. Убираем его. И кладем обратно. Вот. Кладем обратно. И ездим без него. Ребенок уже получается более глубже туда сядет. И в 9 месяцев его можно в принципе полностью убрать. Это что касается крепления, перевозки ребенка в кресле с рождения до 9 месяцев. Теперь посмотрим на него, как ездить нам с 9 месяцев. Так. И для этого нам нужно соответственно развернуть кресло по ходу движения. Что насчет вкладыша. Вот добавлю от себя немножечко. Вообще, если попадаете на лето, уже когда 9 месяцев, вы уже в теплое время года будете ездить без такой верхней одежды. Вообще, в верхней одежде, конечно, не очень хорошо возить детей. Это и неудобно. Вот. Можно, пока ребенок еще помещается в этот вкладыш, ездить с вкладышем. После чего уже все тесно. Убираем его вообще. Вот как он демонтируется. Вообще, все ткани здесь, кстати, по поводу ткани. Вся ткань здесь плюш. Она очень приятная тактильна. И не раздражает ребенка, даже если он будет голыми ножками, ручками там касаться. Абсолютно все нормально. Плюс еще сам корпус здесь вентилируемый. Для этого по бокам здесь есть сеточки, через которые проходит воздух. Очень тоже здорово. Так. Теперь вот видим, как ребенок будет ездить с 9 месяцев по ходу движения. Что здесь сделано для безопасности ребенка? Используется система с пятиточечными ремнями. Здесь снизу специальный материал, который не дает скользить ребенку по ремню. Очень удобно. Мягкие накладки, точнее говоря. И также есть мягкая накладка на паховую зону ребенка. Это тоже очень здорово. Вот. Само кресло крепится в автомобиль с помощью системы Isofix. И для более жесткого крепления здесь есть вот этот упор в пол. Он нужен для того, чтобы кресло при, не знаю, при лобовом ДТП, при резком торможении, оно не клевало вперед. Это создает больше такую надежность, жесткость крепления всей конструкции. Так, что касается Isofix. Isofix здесь классический, металлический. Вот он он. Крепится все стандартно. Все. Вы слышали щелчок. Здесь загорелись зеленые индикаторы. Также зеленый индикатор есть и на упоре в пол. Это говорит о том, что вы прикрепили его правильно. Вот. Как вы видите, вся конструкция держится хорошо. После того, как вы установили, здесь по бокам есть кнопочки. Нажимаем их, и мы можем отодвигать, придвигать, соответственно, более плотнее всю конструкцию к автомобильному креслу. Это тоже здорово. Например, когда ребенок едет против хода движения, хотите освободить немножко места для ножек, можно вот так отодвинуть, и будет больше простора для ножек. Это очень удобно, на мой взгляд. Так, что касается регулировки по наклону. Что здесь сделано для комфорта ребенка? Здесь спереди есть кнопочка. И как вы видите, здесь вот пять ступеней регулировки наклона. Они единственное, на мой взгляд, слишком маленькие. Их надо даже ловить. Обычно люди пользуются или максимально лежачим, или сидячим положением. Или так, или так. Промежуточность здесь вот нужно ловить. Всего промежуточных пять. Вот. Это что касается регулировки наклона спинки. Также здесь удобно реализована система регулировки ремней по высоте. На подголовнике сзади есть специальная кнопочка, которую мы нажимаем и регулируем подголовник по высоте. Регулируется по высоте также вместе с подголовником и высота ремня. Не нужно ничего разбирать. Это реально неудобно, когда бывает иначе. Здесь все удобно. Подняли, отрегулировали. Все здорово. Так, и хочется добавить еще, что кресло оно реально широкое, глубокое и достаточно много места для ребенка. Категории 0.1, когда его конкуренты, это модели Joy, они, многие из этих моделей, они немножко тесноваты. Сделаны более компактными. И у них нету столько места. Вот здесь практически, если вы покупаете кресло первой категории отдельно, без группы 0, оно всегда чуть-чуть больше. И здесь практически столько же места. Оно реально вместительное. Вот. Ну, здесь все просто по поводу регулировки ремня. Все стандартно. Здесь кнопочка в глубине. Нажимаем. И вытаскиваем ремни. Это вот что касается регулировки ремней. Пока я забыл, вам сразу скажу. Вот. И что касается безопасности, это кресло имеет европейский сертификат, поэтому доверять ребенка можно смело. Вот. В принципе, все, что хотел рассказать вам об этом кресле, я рассказал. В двух словах подытожу. Категория 0.1, повторюсь, она обычно теснее. В этой модели достаточно много места. Это огромный плюс этой модели. Она немножечко дешевле конкурентов. Прямых ее конкурентов немножечко дешевле, поэтому тоже один такой плюс. Мне понравилась ткань. Плюш, он реально тактильно очень приятен. И раздражать ребенка не будет. Еще плюс то, что вентилируемый корпус летом. Реально оцените это на все 100. Вот. Так. В принципе, все, что хотел вам рассказать про это кресло, я рассказал. И если видео вам было полезно и интересно смотреть, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. И в самое заключение хочу поблагодарить магазин Мир Автокресел, который любезно предоставил нам для обзора это кресло. Спасибо им большое. Ну а вам правильного выбора. Возите детей в безопасных креслах. И всего доброго и удачи вам.